Друзья мои, всем огромный привет! Всем здравствуйте! Так, макушечка, появись! У меня вот вечно проблемы с макушечкой. О, появилась! Друзья мои, всем огромный привет! Всем здравствуйте! Меня зовут Таня, и я рада приветствовать вас, дорогие мои, на своем канале. У нас сегодня будет потрясающее видео. Сегодня будет первое видео слепых затестов от моей подписчицы. А-а-а! Я просто в восторге! Перед этим видео я немножко расскажу вам, как мой внутренний цыган сегодня ликует на моих ногтях. Ногтях просто какое-то буйство, блесток и глиттера. Это Синди лаки. Вот такие вот Синдишки, близкучие, безумно. Это... Девчонки мне некоторые на канале спрашивали, Тань, почему ты не пользуешься шелаком? У меня есть все для домашнего шелака, но я просто люблю лаки, потому что их можно менять каждые несколько дней. Все, точка. И после шелака у меня еще не очень хорошее состояние ногтей. Ногти как тряпочки. А-а-а! Это ужасно! И еще, отвечая на вопрос от подписчицы, что у меня на глазах вообще на всю жизнь поняла, что буду пользоваться вот этими карандашиками от Maybelline, которые называются тату-лайнеры. У меня зеленый карандаш сегодня на глазах. Вы, наверное, не сильно замечаете, потому что камера просто сжирает половину макияжа. Но, тем не менее, эти карандаши, вот тату-лайнеры у меня в зеленом цвете, в коричневом и в черном. Качество люкса. Такое ощущение, что эти карандаши стоят тысячи по две с половиной. Они стоят они 300 рублей. Итак, переходим к теме нашего видео. У меня аж просто пересыхает в горле. Я всегда с таким, знаете, трепетом и удивлением и интересом смотрела слепые затесты на каналах у других блогеров и всегда восторгалась, думала, боже, как это интересно. Это совсем другой уровень, не знаю, . Общение со своими зрителями. Доверие своих зрителей к тебе. Я всё думала, что ароматы посылают только самым крутым блогерам, самым топовым, думала, что мне вообще никогда в жизни это не светит. И тут мне моя зрительница пишет сообщение с таким предложением поиграть. И у тебя такая....А-а! Думала, боже! Когда я получила эту посылку. В общем, девчата, извините, что я это все Рассказываю, потому что меня переполняют эмоции Бежала просто, сверкая пятками Бегом, разрывала этот пакет Как будто я какой-то, знаете, голодный Вампир вонзалась С него как в свою жертву, разорвала Просто на ходу, на бегу, на лету Четыре аромата будет сегодня И в конце Оля положила мне, Олечка Это зрительница моя дорогая, которая мне все это прислала И тут это счастье, вот это вот все Спасибо тебе большое, обнимаю, целую Блин, ой, спасибо Вот Оля еще положила мне аромат ганимед Конечно же, как можно Не сказать о ганимеде в этом видео Поэтому обязательно оставайтесь до конца Будет ганимед, обзор и Господи, наговорила на полдня И еще мы сегодня с вами разыграем вот такую вот Дутую косметичку, косметичку Эстеллаудер с люксовым наполнением Фиолку открыть, это то еще Мероприятие Удивительный был Аттракцион Так, наношу намазом Ну, это очень что-то безумно знакомое Это безумно знакомое Так очень приятно пахнет подвал Это почули, это замша Это какие-то кожаные нюансы Это может быть можжевельник, елки Вот это вот все, ветивер, кедр Аромат при всей своей тяжеловесности Ну, типа кожи, замши, почули Мне кажется тяжелым, сильно уж таки прям Душащим Есть какая-то нота, какой-то нюанс Типа сладкого миндаля Который разбавляет всю эту феерию И делает возможным носить и девушке Такой аромат Мне тут прослеживаются еще какие-то грибные нюансы Почулистые грибные нюансы от Тома Форда Я не чувствую здесь никакой фруктовости Никакой ванильности Это грустный аромат Печальный Это стильный аромат, конечно же Это современный стильный аромат В стиле Тома Форда Вот замша его Ну, это грустный, печальный аромат Когда хочется побыть одному Посидеть в подвале Ну, все Это монозамша Кожа, почули И какие-то вот грибные нюансы Тома Форда Мне кажется, это что-то типа Байреда Либо Тома Форда Боже мой, я не могу Я не могу Давайте уже скорее посмотрим Что же это такое Ателье Матери Ирис Эбен Верх красный мандарин Пятигрейн мандарин Душистый перец Друзья мои, я не отгадала ничего Сердце перец Ирис Замша Замша Ну, реально, монозамша И база Это бальзам Перу Кто знает, что такое бальзам Перу Сандаловое дерево Кожаный мускус Друзья мои Ну, это действительно Монозамша Это кожа Перец Ну, это что-то очень тяжелое И разбавляется Все это оказывается цитрусами А не сладким миндалем Обалдеть! Том Форд Вот, пожалуйста, замена Тому Форду Второй аромат Тоже вот такая прозрачная жидкость Итак, погнали Аромат номер два О, ну это бергамоты Лимоны Мандарины Апельсины Полетели на меня Универсальный ежедневный аромат Типа, знаете Цитрусов Которые делают в Шанель Когда это Спокойный, элегантный цитрус Плюс какая-то вот горчиночка Типа почули Или еще что-то Вот мне напоминают Цитрусы Шанель А-ля Париж Биориц Или Париж-Эдинбург Или Шанель Кристаллу Верта Вот что-то такое Я чувствую тут Раскрытие белоцветочности Жасмин Иланг Может быть Какие-то, знаете Такие вот дела Апельсинного цвета Со стеблями С какой-то такой Зеленой горчинкой Здесь Травяной Приятный аромат Женственный Мне кажется Это бутиковая линейка Чего-либо Может быть Даже Шанель Кто еще у нас Делает хорошо Цитрусы Отелье Колонни Еще знаменит Своими цитрусами Под разными соусами Может быть Это он Давайте смотреть Ответ Номер два Двойчка Ну конечно же Нет Родья мои Я даже не знаю Как это читается Херв Гампс Отель Ривьера Наверху Цветок апельсина Мята мандарин Угадали Цитрусы Цветок апельсина Лист фиалки Горький апельсин И группа Цветочные Фужерные Ну да Действительно Нет тут никакой Химозности Это действительно Цитрусы Цитрусы Еще раз Цитрусы Которые дают Ощущение Чистоты И свежести Следующий аромат Друзья Ну уже Наталкивает Да На какие-то Мысли Нишевые Посмотрим Что это за Оранжевая Жидкость Я как шампанское Открываю У меня эти Крышечки Вылетают Просто Так давайте Вот сюда Нанесем О Оля Вот какие Все разные Ароматы Вот спасибо тебе За это Что это не все Бело-цветочные Знаешь Это все Абсолютно Диаметрально Разные Ароматы От этого Еще интереснее Я все Честно говоря Переживала Что Например Если будет Какая-то категория Ароматов Которые я не люблю Я не смогу Адекватно Их оценивать Вот тут Правда Все очень Интересно Это Восточная Сказка Амбровая Теплая Согревающая Свеже Раскрывшиеся Жасмины Которые Греются На солнышке Это Розочки Это Апельсиновый Цвет Который Выдает Такую Медовость Это Может быть Даже Какой-то Мед Я тут Действительно Нахожу Что-то Такое Сладкое Густое Медовое Может быть Это Амбра Или Просто Очень часто Белоцветочность Дает Такой Нюанс Медовый Пчелы Слетели Серьезно На такой Белоцветочный Пышный Благоухающий Букет Я не Представлю Конечно Что бы Мужчина Носил Такой Это Сто Процентов Женский Аромат И нет Тут Какой-то Червоточинки Обычно Всегда Сладость Неладно Ни кожи Ни почули Вот Все Чинно Благородно Супер Женственно Сладко Цветочно Опять же Белоцветочное Направление Мне Слабо Знакомо Я даже Не знаю Кто хорошо Делает Белоцветочные Ароматы Давайте Не будем Долго Задерживаться И посмотрим Потому что I don't really know By Killian Друзья мои Killian Это Killian Kissing Burns 6.4 Calories An hour Да Поцелую Убивают 6.4 Калории В час Друзья мои Верх Бергамот Сердце Ландыш Зеленые Ноты Роза И база Молоко Сахар И ваниль Я все Все мимо Все мимо Молоко И сахар И ваниль Я сравнила С медом Печально Это очень женственно Это очень приятно Это очень тягучо Медово Это очень сладко Это очень притягательно И да Наверное Это в стиле Killian Потому что Он делает такие ароматы Что если ты Девушка моя Дорогая Носишь ароматы Это будь пожалуйста В них богиней Вот Да Это очень женственно Следующий аромат Друзья мои Тоже прозрачная Жидкость Так много Кстати аромата На тестирование Я прям даже Поношу Еще недельку Я вот прям Даже поношу Давайте вот сюда Тут еще чистая кожа пошла вода горячая уда древесность арабские мужчины заходят ладно шучу давайте серьезно но это удно это удно это уды это сладкая древесность это немножко про кофе и какао такая сладкая тут есть композиция это очень согревающий окутывающий приятный обволакивающий аромат мне кажется сугубо зимний ну как по мне я чувствую сладость конечно но она такая лайтовая очень аккуратный интеллигентный аромат уда мускус тут чувствую и такой знаете мускус такой нехиленький знаете такой я мускус я пришел типа тициановских мускусов когда я пришел а все остальные встали и вышли классный такой уютный прям дарит уют я кстати заметила что часто древесность древесные ароматы меня как-то вот успокаивают напишите у вас тоже так или нет вот сколько не сколько я не пробуют древесных ароматов они вот все-таки убаюкивающие аккуратные мягкие ласковые ну все больше ничего не могу сказать это мускусный сладко древесный аромат это больше мужской аромат чем женский но удовый нюанс здесь настолько мягкий аккуратный что наталкивает меня на мысль что все таки это унисексовый аромат скорее всего это ниша потому что ну либо мужской люкс либо это ниша ответ номер 4 я была права нет томас космола номер 4 апрель амур после любви вверх цедра лимона лист горького апельсина сердце ароматные специи и базы там мускус амбра древесные ноты ту-дун-дун-дун-дун-дун я отгадала базу полностью боже мой не стыдно ну хоть один аромат я отгадала не стыдно ни один не отгадала по названиям но по категориям хотя бы ура боже мой оля спасибо большое это было увлекательный это был удивительный аттракцион да действительно давайте сейчас продолжим видео ганимедом минеральные ноты мандарин замша османтус шафран и молекула аки голову пирамида очень красивая интересная современная действительно но мне аромат не понравился мне пахнет минералкой боржоми здесь есть такие ноты как османтус и замша и мне эти ноты по раздельности нравятся и даже когда они вместе мне тоже нравится потому что османтус дает такие персики абрикосики вкусы не очень и а замша делает аромат пушистым мягким таким шершавеньким вот это все вместе это конечно классно но когда его носила я вот пишу что мне пахнет кислым металлическим шафраном я люблю нюанс шафрана мне нравится бакара что уж тут греха таить мне нравится бакара но когда шафран он не такой яркий вот здесь вот громкость задрана просто на самые-самые верха максимально задрана громкость шафрана и это дает такой нюанс острого металлического ножа который вот тебе вот так вот тычет здесь очень классные все ноты по раздельности да очень классные Современные, интересные Но они все задранные, они все кричат, орут И получается какафония Не могут, как мне кажется Они слиться, пожениться Вот вместе Как-то сосуществовать Все кричат, ну и соответственно и стойкость Просто безумная, два дня Я не могла мылом смыть этот аромат с руки Металлическая, холодная Кислая нота шафрана Как я уже сказала, как металлический нож Вот так вот не дает мне расслабиться Реально как будто со мной кто-то посторонний Постоянно сидит, я не могу в нем расслабиться Выдохнуть и отдохнуть Так, давайте разыграем Сейчас в этом видео косметичку Положу вам сюда люксовое наполнение Estee Lauder, Clorans, Tonic Сыворотка, где-то там Их знаменитейшая сыворотка Положу сашешки разные Эрбориановские туш Estee Lauder, гель для умывания Я в каком-то видео показывала вам наполнение Наполнение классное Положу еще несколько ароматиков Что нужно сделать, ну как обычно Друзья мои, ставим лайки, пишем комментарии под этим видео Мне как блогеру всегда очень важна ваша обратная связь Среди самых активных комментаторов Которые живут в России Друзья мои, мне так удобнее В России я разыграю эту косметичку Поэтому чем больше комментариев Тем выше ваша вероятность, чтобы выиграть Я на этом с вами прощаюсь Желаю вам удачи в розыгрыше Целую, обнимаю Всем пока Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!